Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас видео, посвящённое небольшим и очень красивым рыбам, известным как апистограммы. Об их популярности напоминать нет смысла, их знает каждый. Как обычно, узнаем об условиях содержания и об устройстве аквариума на примере работ с конкурса дизайна биотопных аквариумов. Видео получилось достаточно большим, даже пришлось его разбить на пару частей. И скорее всего, этим тоже не ограничимся, так как апистограммы многочисленный вид, который всё ещё продолжают описывать, в описании таймкод и список рыб озвученных видео. Желаю вам приятного просмотра! Апистограмма Альфа-Хуайо также известна под названиями апистограмма Блэкчин, Шварцкин, Фанта или Пакульпа. В итоге в 2012 году была официально описана именно как апистограмма Альфа-Хуайо. Вырастают в среднем до 6 см, самки меньше – до 5 см. Могут быть агрессивны друг другу, особенно самки. Поэтому в аквариуме нужно позаботиться об укрытиях для каждой особи. Если аквариум небольшой, то лучше содержать не более одной самки. Зато к другим видам безразличны. Этот вид обитает в большинстве небольших черноводных потоков области национального заповедника Алла-Пахуайо Мишана в Перу. Это большой национальный заповедник, расположенный в тропических лесах к югу от Икитоса в регионе Лоретто на севере Перу. Судя по имеющимся данным, этот вид является эндемиком системы Рио-Нанай. Все места отлова, кроме одного, находились в более или менее густом лесу. Ручьи, в которых были пойманы Апистограммы Альфа-Хуайо, в основном были черноводными. Автор работы попытался воссоздать неглубокий черноводный биотоп, используя песок и множество ветвей. Много сухих листьев подчёркивают среду обитания этой рыбы. Вода очень мягкая. Автор работ отмечает, что его колония Апистограмм несколько раз нерестилась в этом аквариуме. Причём мальков никогда не отсаживали от родителей и никогда не кормили мальков отдельно науплиями Артемии и другими стартовыми кормами. Рыбы растут сами по себе, питаясь микрофауной из аквариума. Параметры воды в биотопе. Температура от 26 до 30 градусов. Кислотность от 5,2 до 5,5. В аквариуме адаптируется и к PH около 7. Жёсткость до 4. Именно такие параметры и поддерживаются в аквариуме, которые вы видите на ваших экранах. Из растений в биотопе можно встретить Людвигию, Лемнобиум, Утрикулярию, Азолу, Сальвинию, Эхинодорус, Пистию и другие. Апистограмма агасица. Средние по размеру рыбки, достигающие до 8-10 см. Самки гораздо меньше. Очень красивые рыбы. Самцы имеют удлинённые плавники, хвостовой плавник чем-то напоминает пламя свечи. Окрас может меняться в зависимости от места обитания. Для содержания пары таких рыбок необходим аквариум от 50 литров. В качестве соседей лучше подбирать соразмерных неагрессивных рыб со схожими условиями содержания. Касательно параметров воды обратимся к информации о биотопе. Река Ореноко – одна из самых длинных рек в Южной Америке, протяжённость которой составляет 2140 км. Река Ореноко чрезвычайно богата гидробионтами. Температура воды в разное время года значительно колеблется, но не опускается ниже 23 градусов, а в сентябре, который является самым тёплым периодом. Может достигать до 30 градусов. Кислотность низкая – от 5 до 6. Жёсткость около 4. На ваших экранах работа, имитирующая биотоп Апистограммы Агасица – затопленный лес. Мы видим очень большое количество листьев, ветвей и корней. Объём этого аквариума всего 54 литра, но с виду так и не скажешь. В качестве основного корма отлично подойдёт Тетра Проколор Мультикриспс. Это премиально сбалансированный корм для здоровья и яркой окраски таких красивых рыб, как Апистограммы. В состав корма входят пребиотики для улучшения пищеварения и лучшей усвояемости, что минимизирует количество отходов и загрязнение воды. Апистограмма Барлоу Как и у предыдущего героя, самцы гораздо крупнее самок, вырастают до 9 см, тогда как самки всего до 5 см. У самцов крупная голова, которая смотрится абсолютно непропорционально телу и большой рот. В природе не бывает ничего просто так. Самцы вынашивают потомство во рту, пока детский сад не начнёт плавать. Агрессивны. Причём не только самцы друг к другу, но и самки. Желательно, чтобы на каждую самку и её выводка приходилось около 30 см2 в площади аквариума. Если аквариум небольшой и недостаточно укрытий, то лучше вообще содержать только одну самку. Борьба между самками вполне реально может закончиться смертельным исходом. А вот к другим рыбам абсолютно нейтральны, но всё же могут немного погонять других апистограмм. Интересно то, что барлоу моногамны. Комфортными для содержания будут следующие параметры. Температура воды от 23 до 28 градусов по Цельсию. Жёсткость не более 14. Кислотность от 4,5 до 7. На ваших экранах биотопный аквариум, имитирующий Рио-Ампияку, который является левым притоком реки Амазонки и протекает через низменные дождевые леса на северо-востоке Перу, между Икитосом и границей с Колумбией и Бразилией. Во время сезона дождей большие площади лесов оказываются затопленными. Это место известно большим биоразнообразием, включающим 1500 видов растений и 207 видов рыб. В Рио-Ампияку протекает множество небольших рек и ручьёв, и в этой работе автор постарался воссоздать одну из них. Ампияку – это река с чёрной водой. И то же самое верно для большей части её притоков. Из-за леса на берегах реки песчаное дно покрыто опавшими листьями, ветками и корягами. Некоторые деревья, растущие прямо у воды, образуют пучки воздушных корней, которые свисают в воду. Эти грозди являются местом, где апистограммы и некоторые другие рыбы прячутся от хищников и нерестятся. Большинство растений, произрастающих в водоёме – это плавающие растения, такие как пистия, лимнобиум и другие. Апистограмма Хонгсло. Относительно простая в содержании и красивая рыбка. К сожалению, в продаже встречаются в основном гибриды. Но нам с вами повезло. Мы можем лицезреть именно природника. Вырастают до 6 см. Самки чуть меньше. Как и барлоу, достаточно агрессивны друг другу. Особенно в период нереста. Поэтому содержат либо пары, либо гаремом. Для содержания пары достаточно аквариума от 40 литров. На ваших экранах работа, имитирующая небольшой водный поток рядом с рекой Сипапу в Венесуэле. Реки вблизи Сипапу очень малы и имеют слабое течение. На берегах реки множество растений. Например, эхинодорусы и элеохарисы. На дне много опавших листьев, в том числе пальмовых. Параметры воды. Температура от 26 до 28. Кислотность не ниже 6. Апистограмма и нерида. Эти рыбки мало распространены среди аквариумистов. Но я посчитал, что информация о них не будет лишней. Сейчас перед нами работа с красивым названием «Сказочный мир Каньо-Сардиния. Черная вода, Колумбия». Аквариум 160 литров, в котором живут 2 самца и 4 самки апистограмм. Также здесь 15 наностомусов, но они теряются на фоне декора и апистограмм и нерида. Субстрат в аквариуме – мелкий речной песок, листья и корни. Наличие большого числа корней дает рыбам возможность делить территории таким образом, чтобы избежать ненужных конфликтов между собой. Параметры воды в аквариуме. Кислотность 5, жёсткость 0, температура 28,5 градусов. Понижению кислотности способствует торф в фильтре. Каньо-Сардиния – небольшой ручей правого притока верхнего Каньо-Бокона, впадающего в Рио-Инериду в Колумбии. Окрестности Каньо-Сардинии густо засажены деревьями. Ветви деревьев свисают прямо над водой, местами погружаясь в воду. В чёрной воде мы не находим почти никаких водных растений, которые нуждаются в свете. Хотя вода и прозрачна, но из-за её цвета некоторые диапазоны светового спектра не достигают больших глубин. Цвет и химический состав воды обусловлены недостатком минеральных веществ и накоплением в воде огромного количества органики. Это в основном листья и плоды, падающие с деревьев, смываемые с берегов во время сезона дождей. Дно водоёма обычно песчаное, но покрыто толстым 20-30-сантиметровым слоем гниющих растительных частиц. В воде полно гнилого дерева. Мы не найдём здесь ни скал, ни камней. В чёрных водах трудно выжить любым организмом, в том числе и рыбам. Но наши герои, однако, нашли способы эффективно питаться. Отсутствие простейших в такой воде значительно снижает вероятность возникновения различных заболеваний. Корни и гнилые листья обеспечивают отличное укрытие от хищников. Чёрные южноамериканские воды имеют чайный цвет, прозрачны, видимость до 3 метров. Кислотность плавает от 3,5 до 6 в зависимости от сезона. Апистограмма бетониата или двухполосая апистограмма. Название рыба получила за счёт двух тёмных полос на теле. Акрас может меняться в зависимости от места обитания, а распространены эти рыбы достаточно широко, от Перу до Бразилии. Как обычно, у апистограмм самцы крупнее и ярко окрашены. Размер самцов может достигать 7,5 см, тогда как самки не вырастают более 5,5 см. Содержать лучше гаремом – один самец и 2-3 самки, так как самцы агрессивны друг другу. На такой гарем желателен аквариум от 60, а лучше 80 литров. Коча-Ярима – одно из многочисленных небольших озёр на севере Перу. Расположено примерно в 25 км к западу от Икитоса. Озеро было создано извилинами реки Нанай. Средняя глубина составляет 2 метра. Сезон дождей начинается в сентябре-октябре, что вызывает повышение уровня воды, затем он снова падает в мае-июне. Здесь нет обычных сезонов – весна, лето, осень, зима. Другими словами, река определяет время года. Растительность в реке незначительна. Песчаное дно покрыто листьями и сухостоем. Берега густо заросли корнями деревьев и идеально подходят в качестве укрытия для мелких рыб. Температура воды колеблется в пределах от 26 до 28 градусов по Цельсию. Кислотность составляет от 5,8 до 7. Микрогеофагус ромерези обитает в водоемах Южной Америки. Не в Амазонке, как часто пишут на различных интернет-ресурсах, а в речках и ручьях, питающих эту знаменитую реку. В аквариумах эта рыба редко вырастает до 5-6 см, а в природе может достигать 7 см в длину. Что касается условий содержания, они следующие. Рекомендуемый объем от 60 литров. Содержать можно и парами, и небольшими группами, но в таком случае аквариум лучше иметь побольше и с некоторым количеством укрытий. Рыбка хоть и мерная, но все же цихлида, а они, как вы знаете, в большинстве своем рыбы территориальные. Можно создать слабое течение, дополнительная аэрация не помешает. Температура воды желательно около 28 градусов. Небольшие понижения либо повышения рыба прекрасно переносит. Главное, без резких скачков. Кислотность от 6 до 7,5. Жесткость лучше не более 10, а еще лучше – меньше. Очень чувствительны к содержанию аммиака и аммония и к повышенным значениям нитратов. Конечно, эти параметры не нравятся и другим рыбам, но ромерези более чувствительны. Поэтому хорошая фильтрация, подмены и периодические тесты воды обязательны. Я предпочитаю содержать рыб в видовых аквариумах, но в данном случае рыбы прекрасно уживаются и в общих, с небольшими мирными соседями, например, неонами, родостомусами, разборами и тому подобное. Иногда можно заметить, что ромерези будто атакуют, но на деле чаще всего это просто попытка напугать. С креветками содержать не рекомендую, так как они могут стать хорошим кормом. Переходим к рассмотрению вариантов оформления аквариума, близкому к естественной среде. Именно в таких аквариумах рыба чувствует себя наиболее комфортно и раскрывает себя во всей красе. В качестве примера возьмём работу, занявшую в 2018 году на конкурсе дизайна биотопных аквариумов 22 место. Работа называется «Затопленная территория», дренажный канал к реке Капанапаро, штат Апури, Венесуэла. Объём аквариума 180 литров, размер 80 на 60 на 45 сантиметров. Помимо ромерези, вы можете видеть в аквариуме отоцинклюса афиниса. Список растений достаточно широк. Здесь эхилантиум боливийский узколистный, ранее известный как эхинодорус узколистный, хилантиум или эхинодорус нежный, эхорни разнолистные, сагитария и людвигия инклината. Дно состоит из 2-сантиметрового слоя торфа, покрытого 3-сантиметровым слоем кварцевого песка. Сверху различные ветки и листья. В основе композиции коряга. Параметры воды. Температура в среднем 28,2 градусов по Цельсию. 27 градусов Цельсия с ноября по май и 30,5 градусов по Цельсию в августе из-за летней местной высокой температуры. PH от 6,6 до 7,2. KH от 2 до 3. GH – 4. CO2 до 15 мг на литр. Вносится удобрение. Количество оптимизировано для поддержания минимального содержания питательных веществ. Река Капанапаро находится в Колумбии и Западно-Венесуэле и представляет собой умеренно чёрную воду – приток нижнего бассейна Ореноко. Его воды пересекают затопленные равнины в штате Апури и национальный парк Сантос-Лусардо. Затем питают воды Ореноко. Эти земли характеризуются наличием болот и лиманов. Вокруг реки можно увидеть обширный лес, где живёт много животных. Река Капанапаро имеет большое разнообразие видов, включая кайманов, черепах и речных дельфинов. Параметры воды в водоёме – температура от 26 до 31,2 градусов по Цельсию, PH от 5 до 7,6. Друзья, на сегодня это всё. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пишите в комментах, содержите ли вы этих замечательных рыб. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова